уже с момента, когда я вылезел ты хоть на открытое пространство вышел? а то что-то сплошное на загрузке меня и выкинуло точнее, я только не дождался этой прогрузки посмотреть, как там Open World вообще сделан на то эти шахты опять же, не могу утверждать но, по-моему, все-таки бесшовный мир присутствует сейчас, надеюсь, я твой вижу классические рандомные подсказки на экране загрузки так она подожжена, она не таргетовая, да, получилась система да, таргет ну, это, понимая, основные принципы мира ТЭС здесь поддерживается луками беспонто, да? я думаю, как раз таки очень интересно ну, интересно, я не спорю вот хотя, как раз таки, по крайней мере в Терри, да, я всегда был любителем дальнобойных классов мне милишники с мечами никогда не доставляли в Терри с ее нон-таргетовой системе мне вполне понравилось играть мне кажется, скорее мне будет похожая ситуация это это я говорю при том, что мне в основном доставляло либо Рога играть либо по инвизорам по лучникам собственно в Скайриме я там щитом никогда не бегал с мечом ну, вот вануальная версия думаю, будет интересно какими-то ты не мужицкими персонажами играешь выскочить из-за спины из Хайда и заставить ну, наверное, я был склонен к быстрому прохождению конечно, казалось бы, парадокс Скайрим как раз таки именно прохождением своим известен точнее, тем, что его невозможно закончить потому что там просто миллиарды квестов сторонних, так скажем ну, вот просто там удачная комба когда ты из инвиза в спину там просто скрита ваншотишь практически все, что движется там все ветки именно ассасиновскую прокачать бэкстаповскую вот это и у лучника там где-то x18 есть даже не больше просто спасивок получается сила урона ну, пока, пока вижу только что вроде бы красиво остальное пока ничего не могу понять ну, знаешь, что я надо подожду эта загрузка идет долго, долго, долго потому что я входил наверно минут пять возможно минут за десять я загружусь в оппу на ворот наконец ну, а ты сейчас у тебя смену карты, что прогружаются ну, да, я по сути вот с с такого данжо ограниченного пространства в обучалке по идее наконец должен по сюжету появиться в табриэле вот возможно они сейчас какие-то настройки раз у них стресс тест идет выставили, что а уж уж и долго но зато не хоть не порушится все и не вылетит ну карты есть там вообще с квест логом что-то не подумал у тебя вроде квесты есть а что ну, во-первых последний активный квест как минимум висит в правом верхнем углу там написано текущая цель ну, во-вторых по стандартному нажатию на альт кажется да ну вот открывается менюшка ну там все меню там можно скиллпоинт посмотреть свой инвентарь опять же о, слушай я сгрузился это просто заняло долго время ни хрена, если прогрузка ты на этот на SSD ставил, не? SSD нужно, наверное, докупать еще один потому что батасилт с архейджи за бедевым ну я архейдж пока не ставил еще на этот на SSD есть ли смысл ну прогрузки там не такие частые если не вайпают так, ну пока еще не вопенборде на каком-то корабле появились с с с красивым неплохо оригинальные по идее еще не апнулся, наверное, но мне по итогам квеста дали айтем и скиллпоинт но еще и деньги хотя может быть так так ну походу нас сейчас отпустят потому что уже тут пошли вопросы от моего персонажа что я должен сделать первым с с Я был в этой группе бисквилов в Скайриме, но я не слышал правую малышу в их руках. Они говорили о главном лидере, который был в Гаммл. Я как-то немного играл в этот... Тьфу, что я сказал? В Скайриме, да? Всякие там в Скайриме, да? Ла, всякие там в Скайриме. Ну ты понял, что я не фанат вообще Тесса? Сразу. Не, Скайрим мне крайне понравился, но, если честно, в остальные игры в линейке Тесса я не играл. Я, предыдущая какая там, Обливион, да, была, по-моему? Кажется, да. Вот, вот в Обливон я нормально там зависал давным-давно еще. Вот это мне понравилось, а что-то Скайрим так не особо меня затянул. Просто посмотрел, чего там да как. Три люди, которые мне нужны, будут ровно. Три люди, которые мне нужны, это крафтная Лариса, Джакар и Рамма. И все они, вот по-европейскому, уродские. Да, ну, не знаю, возможно это чуточку лучше, чем когда они все корейцы. Когда выбор есть из корейца большого, из корейца маленького и корейца хвостатого, да? Да. Ну. Так, ну, я в открытом мире, знаешь, картинка меня, безусловно, гораздо больше радует, чем в Подземельях. Угу. Долагает? Пока нет. А игроков много? Пока никого не вижу. Хотя, вот, кажется, судя по прыжкам оленей, это все-таки игроки, а пока я не научился их точно отделять. Почему-то перед всеми стоит двоечка. А, это уровень, наверное. Ну, да, наверное, по-любому после тренинга это. Ну, в общем, да, это игроки, они тут носятся что-то, как и я, наверное. Шикарно. Страдает фигней, смотрит вокруг. Так, ну, я вижу довольно шикарное отражение в воде, хотя сама вода более-менее статична, волн практически нет. Вот. Конечно, это... Ну, нет, довольно симпатично. Вносительно реалистичное небо, мне нравится дымка, которая скрывает объекты вдалеке. Угу. Ну, солнце весьма неплохое, а лучи пробиваются с объекта вот таким вот стандартным более-менее уже способом. Ну, опять же, я думаю, с тем же Аркейджем сравнивать нельзя, наверняка акценты все-таки на разные вещи. Я думаю, здесь в первую очередь квесты, да? Ну, да, все-таки, наверное, такая большая система, наверное, да. Сингловую. На первом месте была, изначально, разработчиков. Просто интересно, как у них реализованы вот эти вот осады все. Ну, графика, в общем, довольно-таки неплохая. И как у них все это будет оптимизировано под большое количество народа. Я смотрю, анимации скиллов там и эффекты довольно неплохие. Как это все будет, если на экране окажется там 100-200 человек. Это ж будет вообще жопа. Интересно. Так, ну... Система скиллов здесь несколько отличается, насколько я вижу от Скайрима. Здесь есть закладка, ну, вот, скиллпоинты, куда можно распределить. Есть закладка класса. Она стоит из трех веток, но все они связаны с тем выбором, который я сделал при создании персонажа. То есть я выбрал мага, и у меня здесь три магические ветки с различными эффектами. Так, слушай, а что они так догнали разрабы? Я тут смотрел какое-то видео на ютубе, что вы неважно, какого вы персонажа себе выберете, вы можете из него потом сделать кого угодно, типа... Ну, возможно, эту ветку можно переучивать, например, просто, да, у NPC. Ну, вот. Ну, вот, я вижу, ну, в общем, есть классовая ветка с активными дамажащими скиллами. Все три ветки магические, я так понимаю, не обязательно следовать одной. Вот я могу вторую очку. Одну, первую очку вложу там в одну ветку. Ну, понятно. Мне не ограничивают вложить его в какую-то другую. Вот. Есть ветка оружия. Там, собственно, весь представленный арсенал, но пока заблокировано. Требуются какие-то ранги, чего-то. Оружие? Ну, да. То есть ты, типа, можешь прокачивать свои владения посохом там? Кстати, да, я не знаю, если здесь система, что ты юзаешь что-то, она прокачивается. Пока что я вижу только систему скиллпоинтов. Ну, вот. Но смысл, что здесь какие-то скиллы, пассивки есть от всех типов оружия. Слушай, ну ты смотри. То есть тебя не обязывают бегать с чем-то. Я там просто видел, ты когда выбирал скилл, да, какой-то свой первый выбрал там и поставил все его на линейку. Там была шкала напротив этого скилла. Вот. И такое ощущение, что он должен как-то прокачиваться по-любому. Да, вот я вижу, у меня тоже шкала есть прогресс некий, на нем цифра 2 появилась. Ага. Ну вот, все-таки они прокачиваются. Вот. Да. Тоже интересно. Оружие соответствующего класса все-таки дает тоже прибавку. Угу. Вот это логично. Так, вижу пассивки, скорее всего, да, на разные, на три типа оружия. Соответственно, легкость, средняя, тяжелая. Какая-то мировая магия общественная. Видимо, кросс-классовая. А, эти, кристаллы душ забирать, походу, и такого, и тому подобное. Так, блин, мне надо сейчас отрубиться ненадолго. Окей. Ну, слушай, ну, у меня качается, но вот так уныло. Ой, очень уныло. Четыре процента. И скорость провайдера и лайн отстой. Отличная реклама. О. Чтоб они, уроды, сгорели в аду. Желтополосатые пчелки, блядь. Ну, я не знаю, я это попозже, ты еще, я так думаю, гавать будешь, Да. Там. Угу. Я, наверное, попозже подрублюсь, я не знаю, успеет у меня скачаться, клиент не успеет. Ну, ты всегда можешь посмотреть мои видосы. А, ну я посмотрел, сейчас второй прогрузится по лучше качеству. Посмотрю. Че там да как. Смотрю, как нубы играют. Это точно. Вообще ни разу не буду спорить. Да, уныло, все качается. Ну, ладно, я попозже подойду тогда. Давай. Ага, давай. Спасибо.